В предыдущем видео я говорил на тему поста и молитвы. Из той ситуации, которая произошла с апостолами Господа нашего Иисуса, мы можем извлечь для себя прекрасный урок. Как и было сказано, во-первых, пост и молитва – это прекрасный момент перед духовной битвой, когда ты вступаешь в сражение с дьяволом, с той или иной проблемой, или когда тебе нужно изгонять демона. Также это хорошее орудие или защита для самого тебя, чтобы тебя не одолело неверие, и чтобы ты мог в посте и молитве выступить на врага. Ведь даже сам Иисус Христос после наполнения Духом Святым пошел в пустыню, и напоследок Он был искушаем дьяволом. Иисус пребывал в молитве и в посте, находясь в пустыне. И Он нанес дьяволу сокрушительные удары. Несколько раз. Когда тот пытался Его искушать. Так вот, в Ветхом Завете очень много примеров поста. В основном пост принимали божьи люди, мужчины и женщины, в связи с какой-то экстренной ситуацией. Или это была скорбь, или это грозила опасность их жизни, здоровью, или какие-то военные ситуации. То есть, всегда, когда та или иная проблема была в жизни у человека, он принимал пост. Он отказывался от еды. Зачастую люди одевались во вретище. Ну, это такие лохмотья. Ну, или типа, чтобы было вам понятнее, современным языком говоря, в мешковину одевались. В лохмотья сидели где-нибудь на земле. Например, когда согрешил Давид, и Господь его наказал, то Давид несколько ночей пролежал на земле, там, во вретище, плакал и постился. И, по-моему, только на седьмой день, когда ребенок его умер, Бог его наказал таким образом за грех, Давид встал и пошел дальше, занимался уже своими делами. То есть, очень много ситуаций в Ветхом Завете, когда божьи люди постились. Именно скорбь, тяжелая жизненная ситуация, заставляла их брать пост. Во время поста они не ели, они не занимались повседневными делами, они просто пребывали в посте. Таким образом, ущемляли или урезали свою плоть, отказывались себе в различных удовольствиях, например, в книге Даниила, царь, когда произошла эта ситуация с Даниилом, то царь весь вечер постился, отказался от всяких игр, разнообразных развлечений, и наутро пошел проверить Даниила в яме. Поэтому пост – это очень хорошая вещь в качестве ущемления своей плоти, когда ты отказываешь ей в ее земных удовольствиях, ну или даже в нуждах, потребностях, таких как пища. Сколько времени поститься, я думаю, вам Господь Бог сам положит на сердце. И именно вот когда люди брали пост, становились перед Богом на молитву, урезали, так сказать, себе в своих собственных удовольствиях, они были услышаны. Сегодня, конечно же, вы можете не поститься так, как постились люди во времена Ветхого Завета, то есть вам нет нужды посыпать себе голову пеплом, прахом земным, там, сыпать себе песок на голову, и одевать мешковину, и сидеть где-нибудь на улице, в огороде, или в песочнице, или на асфальте распластавшись. Я думаю, что вы можете брать пост тогда, когда вам это на сердце полагает Святой Дух. Я знаю, что многие христиане пост берут даже просто так, без всяких скорбных ситуаций. Они не больные, никаких кризисных ситуаций нет. Просто берут пост во славу Господа. Постятся, пребывают в молитве и прославляют Иисуса Христа в течение всего дня, вечера или суток. То есть не обязательно тебе поститься, как Иисус, 40 дней. Я не думаю, что в этом лично для тебя есть смысл. Я думаю, от суток до пяти суток максимум. Больше, чем достаточно. Есть люди, которые постятся неделю, две, три. Но я в этом не вижу необходимости. Это уже, мне кажется, просто будет голодовка. А вот в течение суток или пяти, на мой взгляд, в самый раз. Ты можешь брать строгий пост, вообще не пить воду. Но ты должен знать, что это для здоровья не очень хорошо. Но я советую людям, многим, во время поста пить воду. Это, на мой взгляд, вполне допустимо. Это все равно будет строгий пост. Но вода организму в любом случае нужна. Поэтому пейте воду во время поста и поститесь. Или у вас проблемы, или вам нужно молиться за изгнание бесов, за исцеление трудных ситуаций, тяжелых форм болезней. Ну, а может быть у вас просто торжественный пост, так сказать, праздничный. Торжественный пост во славу Господа. Вот просто вы хотите прославить Иисуса Христа, просто вы хотите посвятить себя еще больше Господу. Тогда тоже можете поститься. Быть может, вы хотите наполнение Духом Святым. Или вы хотите откровение какое-то. Конечно же, вы можете поститься. Но это не означает, что только благодаря посту вы получаете откровение. Нет. Бог, Он благой, Он даже без поста дает откровение. И даже исцеление дает без постов. И в некоторых случаях даже изгнание бесов происходит без постов, а просто словом. Например, Иисус, Он не всегда через пост и молитву изгонял бесов. В других случаях Евангелие описывает, что Он просто словом изгнал нечистых духов. Но мы видим, что в некоторых ситуациях требуется пост. Тогда вы берете пост и молитесь. Ну, можете брать торжественный. Лично я больше пяти суток никогда не постился. Но у меня были такие, можно сказать, торжественные посты. Просто во славу Божью было хорошее внутреннее настроение Духа. Я просто брал пост и постился в течение пяти дней. Причем желания кушать вообще нет. Настроение поднятое. Как бы это ни было странно, энергия есть. Можешь спокойно двигаться, ходить. Ощущения очень прекрасные. Потому что это пост в Духе Святом. Ты находишься в Духе и твоя плоть, она даже, можно сказать, особо и не страдает от того, что она не ест. Поэтому, если вам Дух Святой кладет пост на сердце, берите и поститесь во славу Божию. Может быть у вас тяжелая ситуация, вам нужно молиться за больного. Или у вас там, ну не знаю, какая-то не была там трудность жизненная. Берите пост. Пост, молитва. Пост это не означает, что ты взял пост, а сам сидишь, играешь весь день в компьютерные игры. Там, я не знаю, смотришь телевизор или занимаешься еще какой-то ерундой. Пост ты обрезаешь все. То есть, все удовольствия, которые в жизни человек может испытывать. То есть, не то, что там, я не говорю, какие-то греховные, но естественные. То есть, ты полностью урезаешь себе во всем. Пребываешь в молитве. Соединяешься с Господом. И таким образом твоя молитва будет услышана на небесах. Но пост, это как крайняя форма, допустим, нужды. Это крайняя форма нужды. Это когда ты действительно в сокрушенном сердце, да, ты берешь пост. Ну, или, конечно, бери торжественный, праздничный пост. Просто бери во славу Божию и прославляй Иисуса Христа в это время. И Бог будет также к тебе благ. Аминь.